Всем привет! Меня зовут Лиса. И на моем канале наконец-то появилось, наверное, самое долгожданное видео. Room Tour. Да, сейчас я покажу вам мою комнату, как она выглядит, что здесь есть. Ну, здесь есть собака. И, в общем-то, не только собака, здесь много чего имеется. В общем, вы просили у меня Room Tour, и сегодня я вам его покажу. Ну, а если вы еще не мой подписчик, я не понимаю, почему все еще вот так. Так что лучше бы тебе подписаться, тык, включить себе уведомления о публикациях. И, ладно, давайте уже пойдемте, я вам покажу комнату мою, да. Итак, я никогда еще не делала Room Tour, и не водила друзей, не показывала им свое жилище, поэтому не судите мой Room Tour как-то очень строго. Это моя кровать. Тут обычно я сплю. Здесь находится телек. Также здесь находятся животные. А еще вы можете наблюдать мои ноги, которые отражаются в этом телеке. Ну, здравствуйте, мистер Пуська. Мистер Пуська, как у вас дела? А, это искусственное растение. Как вы знаете, я не люблю настоящие растения, потому что они умирают, а мне становится грустно, когда кто-то умирает. Ну, в общем, такая классическая реакция человека на смерть. Поэтому мне купили искусственное растение, и мне с ним очень хорошо. Еще обычно я поворачиваю монитор, смотрю телекс-компа. В общем, это кровать. Тут спят. Некоторые люди также используют это помещение, это пространство, как стол. Но я не из их числа. Для того, чтобы есть за столом, у меня есть компьютерный стол. Еще на этой кровати вы можете видеть подушки. В принципе, я думаю, у всех людей на кровати вы сможете увидеть подушки. Также вы здесь можете наблюдать две игрушки. Это подушка Кьюбей и игрушка Кьюбей. Они родом из Японии. Мы были в Японии и купили там эти подушки. Также на моей кровати вы можете найти топик. Обычно он тут не лежит, но сегодня почему-то оказался здесь. И надо бы его куда-то убрать, но не сейчас. Также на кровати есть еще вот это. Что это? Возможно, вы думаете, что кого-то изнасиловали, жестоко убили. Но нет, это просто... Это коровка вообще, да. Это любимая игрушка моего кота. Этой коровке столько же лет, сколько кота. Мы купили кота и купили коровку. И вот он безумно любит эту игрушку. Видите, я вот погремела, и он уже вон активизировался. Охотник. Он постоянно играет с этой коровкой. Он постоянно притаскивает ее в кровать. Мы просыпаемся с коровкой, мы засыпаем с коровкой. И, ну вот вы знаете, мне кажется, это настолько искренняя и чистая любовь у кота с этой коровой, что, мне кажется, люди могли бы позавидовать. Посмотрите, в каком она виде. Она совсем себя распустила, а кошка ее любит. И кажется, что будет любить ее любой. Ну вот она. Любовь. На самом деле, я очень давно хочу повесить сюда что-нибудь на стенку, потому что мне эта стенка кажется довольно пустой. Вот. Я пока думаю, чтобы сюда повесить. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Если у вас есть какие-то идеи, как можно красиво украсить пространство за кроватью, то накидайте мне, пожалуйста, в Инстаграм. И еще, наверное, вы заметили, что здесь есть вот эти вот бра. И, скорее всего, вы подумаете, что они как-то сюда не особо вписываются. И вы будете совершенно правы. Знаете почему? Потому что эта комната еще совсем недавно была совершенно другой. Пойдемте, я покажу вам, что еще здесь есть. Сейчас здесь очень много белых элементов. Здесь практически ничего темного не осталось, кроме цвета полов, частично черной мебели и цвета стен и темных дверей. Но раньше вся эта комната была максимально темная и черная. Вся мебель была черная с красными элементами. Если вы давно смотрите мой канал, то, скорее всего, вы даже помните, что первые мои видео с Эйвилом, они были вот в этой вот части комнаты. Но здесь был большой красный ковер, черная мебель, какие-то красные маленькие диванчики. Мой рабочий стол был таким же, но он тоже был черным. И вообще все было очень-очень черным. Это самая главная часть моей жизни. Здесь я живу. Это мой компьютерный стол. Это мой компьютерный стол. И, конечно же, вот просто это алтарь. У каждого человека есть алтарь. Мой алтарь вот. Это хиберпися. Не, на самом деле, этот компьютер называется гиберпися или хиберпися. Как он называется? Хайперпися. Вот вам сказали, как он правильно называется. Я же называю его немножечко странно. В общем, это лучшая вещь из всего, что здесь представлено, но не считая разве что животных. Пойдемте, я покажу ему обитель зла. Только тсс, не спугни. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Зло воплоти. Пафосный кица. Или адская убийца. Смотрите, как он милый, когда тычется в камеру. Ой, малыш зевает. Бенгальский кот по имени Эвил. Давайте я проведу вам специфичный тур по обители зла. Вообще, в принципе. Это обитель зла номер два. Сюда товарищ Эвил очень сильно любит заползать и сидеть. И взирать на меня. Особенно, когда ведется съемка видео. Это обитель зла номер три. С виду может показаться милой лежанкой. Но на самом деле, эта лежанка вмещает в себя просто сущие зло. Зло воплоти. А это... Это... Ну, я думала, что это банан. Но оказалось, что это бумеранг. И Эвил любит с этим играть. А это помпон. Это маленький шпиц, который мне подарили подписчики, когда я выступала на Pet Shop Days. У нее еще были глаза, но так как мой кот все-таки зло, он... Ну, он выдрал глаза этому шпицу. Да. Положу на место. И последний обитель зла. Ладно, не последний. На самом деле, вот все, что вы видите, это все одна большая обитель зла. Все это обитель зла. В общем, любит он вот здесь находиться. Что ж, давайте перейдем вот к этому уже столику. Этот столик изначально служил мне как косметический. Еще до того, как я стала бьюти-блогером. Вот. Мне тогда хватало этого стола. Вот просто вот так вот. Но, конечно, времена меняются. И сейчас мне этого хватает. Мне этого не хватает. Здесь находятся всевозможные мои аксессуары, но там дичайший срач, поэтому я вам их не буду показывать. Это у меня фотография нашей стильняшки с первого мероприятия. Потом у меня здесь идет мой парфюм. Как видите, у меня вкусы весьма однообразные. И вот такой вот еще крем у меня есть тоже. Это один от провокататора. Дальше у меня здесь, смотрите, что есть. Это тоже Эфелева башня. Мне подарила ее тильняшка из своей поездки во Францию. Дальше идет моя небольшая коллекция всякого парфюма. Этот череп раньше был у меня на ободке, но так как сейчас я готовлюсь к одному мероприятию, мне пришлось с ободка череп снять и поставить туда корону. Да. Так что этот череп был там. Это Риса Тян и Давид Кун. Ня! Ну, это на самом деле тут вообще обычно не лежит. Обычно здесь лежит ровно ни черта. Но сейчас это валяется здесь, потому что я это для чего-то должна была использовать, но я забыла для чего. В целом тут у меня вот видите какие-то огоньки валяются. Они тут обычно всегда валяются, просто чтобы валялись. Это место, где я крашусь. Я полноценно показывала вам, что находится внутри вот этого вот всего великолепия и вот этого вот в одноименном видео, которое называется «Мой туалетный столик». В общем, ссылку я оставлю вам в описании. Вы сможете посмотреть, потому что там я показываю вам все, что находится в этих столах. Да. Покажу вам, правда, немножко из моих новых основных любимчиков. Здесь у меня выставлена косметика, которая пользуется чаще всего. И это мои любимые помады. И база под макияж с пандой. И ананасы, которые мама мне из Германии притащила. И вот еще тут такая секция имеется, рядом стоит. Здесь у меня основа и фиксатор, точнее наоборот. И тут находится вся моя коллекция кистей уже, которые у меня имеются. Какие-то из них чистые, какие-то не очень. И также теряются для снятия макияжа. Вот. И вот еще у меня тут есть вот такой вот бокс от NYX. Там я в основном храню косметику, которая мне не нужна. По какой причине или не подходит. В общем, это все идет на рассылки, на раздачи, на подарки. Короче, вы понимаете. Все это идет в дело. Это комод. Здесь лежит белье. Но я вам его не буду показывать. Потому что, знаете, это как-то чересчур, я считаю. Вы, наверное, спросите. Ага, значит, у тебя здесь лежит белье. Там у тебя лежит косметика. А здесь у тебя лежит всякая спортивная твоя киберспортивная игровая фигня. Где ты хранишь одежду? Одежду я храню в гардеробной. Гардеробная это вот та вот дверь. Но я не покажу вам то, что находится в моем гардеробне. Потому что давайте наберем 50 тысяч человек. Еще я купила две вот такие вот ламповые ки и орхидео. Ну, она тоже искусственная. И раньше у нее была розовая такая вазочка, розовый горшочек. Но зло взяло и просто уничтожило этот горшок сразу, как только он появился. Мои любимые чашки с Алиэкспресс. Если кто-то вдруг когда-нибудь увидит эти чашки на Алике, пожалуйста, киньте мне ссылку. Потому что в том магазине, где я их заказывала, их больше нет. А я с дуру, короче, заказала 6 штук. Три из них пришли, три не пришли. Видимо, после этого магазин закрылся. Собственно, вот моя комната. Теперь вы видели больше, чем видели до этого момента. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Тык, подписывайтесь на мой инстаграм. И на мои другие стальные сети. У меня есть ВК. И, конечно же, у меня есть канал Лисины Зверята. Где я и мои животные... Вот смотрите, какие милые у меня животные. Будем вас ждать. Эй-эй-эй! И всем спасибо за просмотр. И всем пока. До новых встреч!